Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности и опять поэтические чтения Актаэзия номер 4. Да, здравствуйте еще раз. И вот мы сегодня рассмотрим вот этот вот сборник, последний, четвертый на данный момент сборник стихов Актаэзия номер 4. Правда, по-хронологическим, в общем-то, стихотворение в нем, это стихотворение 2010-2015 годов, как вы можете увидеть. Ну и это, по-моему, даже не плохо. Ну а что? Что еще делать, собственно? Я сначала сделал сборник 2016 года, потому что разбирать стихи с 2010 по 2015, где я удалил большую часть, потому что там, ну, больше, скажем так, халтуры. Было довольно-таки сложнее. Этот сборник я поэтому составил самым последним. Но при этом сборник получился очень сильным, в нем мои ключевые произведения, которые действительно заслуживают внимания. И сегодня мы их почитаем, посмотрим. Обратите внимание на прекрасную эту иллюстрацию. Рослава Розадова опять постаралась. Подождите, простите. Вот. Вот он. Вот он, осьминог, который жонглирует с солнечной системой. Символично. Безусловно, символично. Осьминог бесконечности определенно. А вот и первое стихотворение. А этим стихотворением я проиграл Дмитрию Емцабаку в одном поэтическом конкурсе. Но я считаю, что я победил, потому что его стих про нацистов-сердингистов мне очень не понравился. Ну ладно. Не важно. Совершенно не важно. Давайте прочитаем. Срок гордости Сверхновая, лопающийся пузырь, Сверхстарая, только истина. Сверхмысли, крепчайшие в мире узлы. Развяжем их быстро, неистово. Бессмысленный сон даже в летнюю ночь Покажется сущей правдой. Разрубит на части тупой самый нож, Когда себя манит катаной. Умеют же люди, сказав, промолчать. А я говорю молчанием. Печали и радости, два палача, Безглавую глупость зачали. Сверхлюди, не взрослые, дети скорее. Они не сужают грани. А взрослые, в общем-то, это лишь те, кто следует ряду правил. Срок годности кончится, так решено. Срок гордости бесконечен. Срок истинный день, а за ним ничего. Срок чувств, одинокий вечер. Сток мыслей своих, лучше всяких икон. И люди себе сами молятся, делают так, чтобы было легко. Я заменяю троицу. Сверхмнение, ценность для нынешних слуг. Истина нетолерантная. Люди стремятся к родному гнезду. Но родина наша Тартар. Мы заблудились в своих заблуждениях. Так много на счастье палпатких. Для нас Милкиуэй галактика. Для них Милкиуэй шоколадка. Сверхбольно смотреть на игру в дурака. Иначе, как жизнь известную, в каждом из нас живет буридан. Меж ядом и пулей до пенсии. Так много людей и так много путей. На каждом вывеска истина. А на деревьях так много петель. Повешен бесславный и признанный. Сверхновая лопающийся пузырь. Сверхстарая только истина. Сверхмысли крепчащие в мире узлы. Развяжем их быстро. Неистово. Срок годности кончится. Так решено. Срок чувств одинокий вечер. Срок истины день. А за ним ничего. Срок гордости бесконечен. Причем у хорошая конкурсная тоже. Эдемократия тоже конкурсная. Это предыдущий раунд, если я не ошибаюсь. Того же самого конкурса. Читалаюга сута перевод. Читалаюги суты. Почему бы и нет. Так и там с ритмом у меня проблемы. Ну не важно. Жизнь за нирвану. Жизнь за нирвану. Стихотворение про буддизм, если не ошибаюсь, тоже конкурсное. Много конкурсных стихотворений, которые даже побеждали периодически. Мы опять много листаем. Много листаем. Давайте коротенькое прочтем для того, чтобы разбавить наши пролистывания стихотворений. Дорогие костюмы. Поэт наденет фраг из слов. Штаны эпитетов, метафор, аллюзий, галстук, туфли, строф. Весь гардероб его опрятен. Но коли в нем короны нет, идеи, смысла, содержания. Тогда же пуст этот поэт, как тхармы все. Помахаяне. Не нужно гнаться за звездой, красивых тканей, глаз лаская. Поистине прекрасны лишь идеи, смыслы, содержания. Ну вот, интересно. Ой, давайте прочитаем юмористическое стихотворение. Не будем сами его, вот можете прочитать. Ах, в этих прекрасных глазах бездонный безбрежный космос. Ах, в этих густых волосах запутаться очень просто. Прекрасней всех на свете. Произнесу любя. Люди подумают, девушка. На самом деле я. Смешно. Забавно. Так. Молись, монах. Хорошее. Тоже ключевое стихотворение. Но его мы читать не будем. Есть более ключевые. А опять про Дантеса. Поехали. Дантес. Дантес убил бездарного поэта, который делал воду из вина. И полетели грязные береты в того, чья честь была посрамлена. Дантес убил задиру и смутьяна, который не умел себя вести. Обманщика, злодея, интригана, эклектика на творческом пути. За место творчества, обрывки плагиата и бесконечность старомодных тем. Ах, где же мусси, грозный император? А может, Гетто, жалкий плагиатор? За место бога славим его тень. Король-то голый. Жаль, что мы не видим. Не принято у нас смотреть на суть. Эстетики и бесповоротный идол. Кумир, по мнению многих, лидер. Как оказалось, просто живой труп. И плачут все. Погиб невольник чести. Им лишь бы трупик бога защитить. Дантеса обвиняют в декаденстве. Игрушка всех дворян в их полусгнившем детстве погибла. Разорвалась жизни нить. Дантес убил обычного мальчишку, Который возведен был в ранг богов. История стирает все излишки, Используя при этом только кровь. Бездумные стада глупцов эстета Полишились светлого червонного тельца. И хорошо, что мрут авторитеты. Но все равно не видно им конца. Ой, Пушкин, как же я тебя люблю, друг. Ты вдохновил меня на многие стихи, в том числе на это. В общем-то, критика классической поэзии представлена в этом стихе. Почему бы и нет? По-моему, хорошо. Остро. Очень провокационно. Очень провокационно при том. 3000 миров, хороший стих. После него я, кстати, написал Книжку философскую По культурологии 3000 миров тоже. Про Будду вроде, да? Или нет? От истины до обмана. От истины до обмана Один акт ума. Жизнь туман, И коль жив, ты дурак. Это норма. Ты на глупости тратишь Годы, труда, А потом уже плачешь. Потерял форму. Мир безжалостен. В этом и есть его благость. Он в блаженстве не даст потерять свой рассудок. Наши судьбы сплетаются, будто бы наги, А потом ядовито кусают друг друга. Много лет пролетело, Но каждый миг и вечен Бесконечность скрывается в наших глазах. Все, что так дорого, Обними крепче. Это к тебе не вернется назад. Мир не сломал меня, А починил. Пусть инструментами были страдания. Вы же теперь я мирок, А не мир. Мир же по сущности Потенциальный. Космос фантазий, Придуманных нами. Сами своим же Мы детям сучим. Люди всегда Вздвигают храмы. Даже ученые Точат мечи. Эти суждения Все ограничены. Истина ложь. Разве разница есть? Хватит уже Вести себя вычурно. Ну же, мудрец, Сними с себя спесь. А вот это классное Философское. Поехали. Застынь с Сократом, Гости ждут. Засмейся с Демокритом, Почувствуй вместе с Кавкой жуть, Заплачешь с Гераклитом. С Платоном в бой Пустись, мой друг, Саври Эпимениду. Замкнется, Пусть трактовки круг, И лишь тогда я выйду. Так много значимых людей, Мыслителей прекрасных, Но в жизни не найти нигде Униличностей столь ясных. И я хочу их всех понять, А спорит пусть дурак, Ведь я не человек, Канат, протянутый во мрак. Мой голос, Мой космос, Космос тех людей, Кого я поглотил, Здесь Гегель, Ницше, Энисдем, Платон, Зенон, Кротил. Застынь с Сократом, Поле спит, Цикуту за Асклепия, Мне сотни сущностей нести, Что в мире не ослеп и я. Да, тяжело. Убей себе сентиментальность я уже читал, 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 Но оно мне, кстати, не очень нравится, Оно просто много лайков собрало, И поэтому я его прочитал. Люди любят, когда я читаю, Что-то где много лайков. Это конкурсная, Это не просто конкурсная, Это фристайл, Фристайл конкурс, Где надо было с 10 минут написать стих. Метели метали металл моих чувств, Холодные руки, Холодные губы, Холодные трупы былых Заратустер казались Надутыми сферами, Пусто без грусти и страха С безумством Сократа, Глоток за Асклепия, Пусть слепят костлявые, Философы статные, Трупы в заплатах. Быть может, Их не было, Но есть же их правила, Статуи странные, Старых мыслителей, Люди уже возвели В ранг божеств, И поклонение неудивительное, Как же прекрасен псевдопрогресса, Ньютон и Шпенглеры, Конты и Канты, Трудно понять, Но трудно без них. Путаны сведения, Что чревато рутинный понятий, Понятия малы, Идолы созданы, Враг в отражении, Сотни рекурсий, От клонов их блеклых, Ищешь пещеры, Платон, Ну так вот оно, Вот оно, Догматов адское пекло, Метели металли, Металл моих мыслей, Истина миф, Но мне все равно, Недели века, И чужие капризы, Истина мода, Истина ноли, И ветер попыток, И прах поражений, Вот что теперь нам осталось вдыхать. Эта культура повисла на шее, Точнее на нас повис ее прах. Книги лишь символы, Мы их писатели, Пусть написал их кто-то другой, Боги кумиры, Истории ссадины, Каждый создаст опять что-то не то, Ветер идей унесет нас обратно, Ветер идей унесет нас ок отцу, Кто-то считал, Что отец наш порядок, Это не так, Хаос, Вот суть, Боги живут в отражениях глаз, Нет здесь великих, Великих особо, Думаешь мудрый, Но только сейчас, Ведь ты утонешь в недрах истории. Фристайл, 10-20 минут было дано, Вот такое стихотворение я смог написать, И я честно очень горжусь, Что вот оно написано за такой краткий срок, Оно хорошее, Хорошее именно с технической даже стороны, Несмотря на некоторые места, Где ритм сбивается, Ну допустим, Это дольник, Да, Но игры слов, Многочисленные повторения, Которые все вот это вот обрамляют, И делают это технически сильным, Это потрясающе, По-моему, Это хорошо. Не слушай их, Им лишь бы вставить слово, Не слушай их, Им лишь бы разрушать, Не слушай тех, Чья мысль мало стоит, Не слушай тех, Кто не погряз в мечтах, Не слушай их, Они лишь критикуют, Не слушай их, Они ведь не поймут, Не слушай тех, Кто криком будет буря, Не слушай тех, Кто раздает табу, Ты не смотри на почести чужие, И на блага чужие не смотри, Неужто ты всего на середине сойдешь с тобой у взятого пути? Ты не смотри на стили всех известных, когда в запасе собственный есть стиль. Пускай пока не так он много весит, но не лишай его возможности расти. Не слушай тех, кто источает злобу, не слушай тех, кто сам лишь подражатель. И не смотри на них, мой друг, нет толку. Ведь им по силам только унижать всех. Одно из старых, кстати, хорошие стихотворения, считаю. А вот, кстати, стихотворение, в котором... Одно из тех стихотворений, в которых у меня есть однокоренные рифмы. Помните, мы смеялись на Стефани Данилову, у него есть однокоренные рифмы, да-да-да. Я, кстати, никогда не говорил, что однокоренных рифм быть не должно. У меня нет статей, в которых говорится, что вот все, однокоренные рифмы — это грех. Нет, это не грех, но я все равно признаю, что вот здесь сомнений и мнений. Чисто вот, потому что здесь много рифмы на и-и-и-и-и-и-и-и. Ну, не важно, не важно. Все-таки это один стих, а не все и не новые. Вот, кстати, тоже ключевой стих, очень старый. Мой стих. Провокация, вызов. Цитат у отцов не ищу. Мой стиль — это драться за смысл. И этот стиль мне к лицу. Мне наплевать на дороге, на дураков мне плевать. Мне также плевать на Бога. Вот ваша вся глубина. Воспитанные на классике плодят бессмысленный шум И унижают мастера других профессий и дум. Воспитанные на классике плодят свои идеалы, Но, к сожалению, не здравствуют их мысли в руках реальных. А сами они предают свои эталоны морали, Кричат о добре вон тому, другому же злом отвечают. Великие вы на словах, но ваши слова лишь мода, Которую вы всегда сменить успеете новой. Воспитанные на классике вы далеко не умны. Здесь только лишь единицы перемножают нули. И каждый, читавший Толстого, отнюдь не становится гением. Как видим, мы снова и снова от этого люди голубеют, Себе забивают идеи со всем их чуждых умов, А после от этого млеют, как будто голубцы из глупцов. Ну, кстати, да, тут есть некоторые технические ошибки, Стилистики глупцы из глупцов. Мне, например, сейчас совершенно не нравится. Но это очень старый стих, очень старый стих, И все равно при этом довольно сильный, на мой взгляд. Разумное основание, конкурсный стих, отбор. Все гениальное монстр, которому молимся мы. Знание, суть пассивность, а истинно движимый дым. Лучше воду быть правителем, чем на земле человеком. Знание удивительно. Но оно же лишь наше вето. Мы налагаем запреты. Сами же создаем смыслы, разумные основания, Иллюзии, сны, архаизмы. Мы так мечтали о правде, науке творя из праха, Великие достояния, лишь каламбур и знаков. Соты теории растают, от теплых касаний и споров, Но люди будут в них верить, Рождая их снова и снова знания, Суть пассивность, а истинно движимый дым. Все гениальное, монстр, которому молимся мы. Обыграна фраза, все гениальное просто. Да, нормально. Хорошо. Ну, тоже мне очень нравится прошлое, точно-точно. Тоже очень старый стих, но его читать не буду, очень длинный. Молчать не значит забыть, тоже хороший ключевой стих, Но мы сейчас к чему-нибудь перейдем более существенному, Более позднему, главное. Здесь очень много старых стихов в самом начале сборника. Да, тоже хороший, тоже ключевой. Ой-ой-ой, маты, маты, тоже не будем читать. Про Будду, прекрасно, прекрасно. Душа и меч, самурайская тема, иногда проскакивает у меня в стихах. А вот и стихи «Мир из воды», «Мир из огня», «Мир из земли». Это, если не ошибаюсь, когда я начал изучать Гастону Башляра, Мне эти темы стали очень близки. «Сверхчеловек» — один из моих ключевых стихов. С отсылками, кстати, на Диму птицами. И, да, и «Визави» даже отсылка. Это ответ вообще на стихотворение «Визави», Это же поэт современный, малоизвестный кому. Уже не пишет, наверное, даже стихи. Ну вот он написал стихотворение «Сверхчеловек». Ну и я как, в общем-то, на тот момент, наверное, даже нишанец немного, Решил ответить. Кто-то думает, как плачут киты, Кто-то плачет уже вместе с ними, Кто-то думает только о милом, Ну а кто-то себя уж убил. Человек — обезьяна из города, Человек — всего лишь пародия, Так мне Ниша сказал и упал. Бог живой, так думал Фома. Мне поэты по духу бренчали, Будто всем заправляет мораль. Я толкнул их, наверное, нечаянно, Я толкнул их, упасть им пора. Моя муза, медуза, горгона, Мой цветок, тот, что ест людей, Я поэт с чешуею дракона, И дарю я цветок тебе, Мой читатель, с умом неокрепшим, В пыхах ты кропаешь мудрая, И порой это очень трудно. Мы ведь ищем в алмаз в грязи, Там, где чистый твердит изыди, Все поэты, дети и зиды. Но ведь мы с тобой дети, Сахмет, Наша кровь — это ртуть ядовитая, И ее будут пить, 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 Моя муза — стоглавая гидра, Неубитая добрым Гераклом, Моя муза — жена Аида, И ее темный дом — это Тартар, Кто-то думает плохо на свете, Но, прости, червякам всегда плохо, Ну а кто-то и счастьем бредит, Ну а сверхчеловеку. Да, нормально. И вот эта картинка, Которая, кстати, вот Ярослава нарисовала Вот одно вот этого щупальца, Вы можете увидеть одно щупальце. Вот, видите, я его выделяю, Даже вот одно щупальце, вот оно. А я его составил солнышком, И получилась такая осьминожья свастика. Ну, замкнутый круг, оно очень старое, Ну, блин, оно банальное, честно говоря, там. Про то, что, ну, мы, типа, все умрем, да. Сравнение циферблата с жизнью, Ну, хорошо, ну, бывает. Не все мои стихи абсолютно оригинальны, Ну, что уж тут поделать с этим. Колыбельная для умных детишек. Почитайте своим детям обязательно. Купите мой сборник и прочитайте, Детям вот это, берет сном. Спи, малыш, уже так поздно. Кончился любимый Познер. Спит в Египте фараон, В Древней Греции Платон. Спит Сократ и Апулея, Аристотель, Кант и Гегель. Титлук Реции, Цицерон, Фалис и Авицеброн. Спит давно великий Ньютон, Мартин, Штейн, Уснет и Путин. Спят Гальвеций, Фарадей, Достоевский, Бродский эффект, Фихте, Шиллер, Шеллинг, Гетте. Засыпает даже плотен, Будда спит. Учитель Лао постигает, Дао, Мао. Спят Декарт и Фрэнсис Бэкон, Фрейд уснул. И даже где-то спят Монтейн. И Дамаскин. Киркигор спит от тоски. Все великие уснули, И тебе уж спать пора. Завтра ты проснешься утром, Ну а кто-то никогда. Да, прекрасное стихотворение для детей. Вот детям как раз такие надо переслом читать. Потрясающе, да. Да, да, дела-дела, практика хорошая. Ой, очень старый стих, Вообще древнейший. Вообще один из самых древних моих стихов, Которые я не стесняюсь показывать людям. Ошибки технические, конечно, там все еще есть. Опечатки даже, скорее всего, есть. Но это хороший стих. Очень древний, очень старый. Наверное, как раз из 2010-го еще. Поехали. Одни и те же куклы, я вижу каждый день. Одни и те же руки, одна и та же лень. Одни и те же лица, одно и то же все. В мечтах, как будто птицы, для них жизнь это сон. Одни и те же беды, терзают их сердца. У бок глубоких недра прямы, как полоса. Внутри они похожи, хотят быть лучше всех. В большой тропе прохожих и ищут свой успех. Однако это дико, считаться лишь собой, Доказывая криком, кто прав и кто герой. Однако это глупо, а хотеть быть не таким. Тогда покинь ты группу и стань совсем один. Одни и те же губы, мне шепчут, что я враг. Друзья уходят в губль, я несказанно рад. Одни и те же ссоры, один и тот же бред. Проблем уже не море, проблем как будто нет. Один и тот же месяц, один и тот же день. Они так сильно бесят, как дырок в решете. Их много, этих циклов. Похожи все они, одни и те же жизни. И люди в них одни. Поэтому, похоже, мы все один в один. И жили раньше, может, но вот твой шаг, ходи. Ты сам решишь, немедли, тебя учили так, Что все твои идеи, предсказанные во снах, Тебя ведь приручили и воспитали те. И вот они почили. И эта карусель по тысячному кругу ведет свой хоровод. Одни и те же люди, один и тот же год. Одни и те же мысли, одна внутри искра. Она, как будто выстрел. Пытаемся искать одни и те же цели, Но не находим их. И после только ценим. Один и тот же миф. Одно и то же солнце, одна и та же ложь. Один и тот же социум, один и тот же нож. Одна и та же правда, один и тот же свет. Один и тот же автор. За много-много лет. Лишив потоки истины и обмана, Пройдем дорогой, протоптанной Гаутамой. Да, тоже хороший стих. Толень читать его, правда, я не буду. Опачки. Это еще более старый стих, чем предыдущий, Который мы читали полностью. Моя нация, я один. Ну, попробуем. Если что, я не националист, друзья. Я националист, моя нация, я один. Символ солнца на груди, А в душе пение птиц. А кругом угрюмые лица, Вот бы выцарапать на них улыбки, Но, к счастью, мне наплевать. Мир девственное плево, его нужно порвать. Но и тут мне лень. Нет сомнений там, где нет мнений. Жизнь, рождение, рост, гниение, смерть. Каждый на тот свет метит, Только того света нет. Попасть невозможно. Жизнь — это озеро, гибель, пустыня. От слова «пусто». Кого-то терзает грусть, Кто-то ноет, как бог при потопе, Но потом наступает отепель, И я не имею чувств. Когда со мной холодные люди, Я одинок, но это не грустно. Меня много в одной голове, Много вер, ведь вера есть много. Я националист, моя нация, я один. Я ненавижу черных, белых и красных, Но люблю детей, ведь они не имеют нации. Нация — это мнение. Взрослые делают детей демонов, Которые станут взрослыми. В этом заключается рост. Становится хуже и хуже, Ну, а мне уже наплевать. Вы в плену, а я вышел из плена. Мне в плену находиться лень. Свобода отдана только избранным. Ну, а мне наплевать, я мчусь ввысь, Словно предупредительный выстрел. Не ищу я здесь больше истин. Я националист, Моя нация — это я один. Ну, а также я два, И я три. Еще очень много меня, Моя нация где-то внутри нет, друзья. Ведь я не утрирую, Символ солнца стучит в груди. Жизнь всего-то сплошная рутина, Жизнь всего середина пути. Да, неплохо, что я такие стихи писал очень давно. А вот «Ода глупости» — один из новых, Относительно. Один из поздних по меркам, Там, 2015-2014 год, наверное. А безмерные глупости массивы несут быстрее мудрецов Пусть мир мне кажется красивым, но он плюет тебе в лицо Безмерный океан ошибок схватил людскую спесь, как крюк И те ошибки, что мы видим, возглавят истину, наук И тот, кто знает, просто верит, а тот, кто верит, просто раб У кандалов есть три ступени Слуга, хозяин, демократ Людские племена раздулись, но варварство у нас в крови Мы будем тратить свои пули за благо, честь и тень любви Мы будем хвастаться пред миром, но миру наплевать на нас Прогресс, красивый путь к могиле Прогресс, как стих, услада глаз Для космоса чужое племя, ничем не лучше муравьев Мы восхваляем свои тени, свой образ, груз своих оков Безмерные глупости массивы несут нас дальше, вглубь веков Лишь дураку здесь хватит силы, для глупости ведь все легко И бритвой, о, кому прекрасно, и обрежем мы весь сущий мир Фальсифицируем мы счастье, конечно, если хватит сил Она сильнее даже Бога, она наш абсолютный дух, она везде Где нам дорога, она единственный наш путь Она творит места, эпохи, великих и дурных людей, поэтов, королей Заботы, труды, богов и сон идей, рабов, хозяев, демократов, актеров Даже музыкантов, культуру, технику, рабов, художников Работу, культуру, технику, работу, художников и полиглотов Преступников и честных граждан, и мудрецов Их даже дважды, ученых, мастеров и йогов Для глупостей везде дорога Она наша лучик в темном царстве, среди мудреющих глупцов О, глупость, дорогая, здравствуй, спаси меня от этих псов Что лают на чужих прохожих, веряя жизнь одной семье Я все отдам за непохожих Ишь эта глупость ближе мне Безмерные глупости массивы несут быстрее мудрецов Да, мир мне кажется красивым, без лишних слов И да, я кручу вот этот рисунок, который мне интересовали Это прекрасная техника оформления А вот мой самый популярный попсовый стих Который очень много лайкают обычно Когда там какой-то прометей происходит И люди могут посмотреть Обычно его очень часто лайкают Но он самый такой попсовый, конечно Поехали Умеют ли рыбы летать? Мне говорили нет Но я всю жизнь... Бля... Ладно, еще раз Умеют ли рыбы летать? Мне говорили нет Но я всю жизнь искал в небе парящих рыб Мне говорили дурак Твой фантастический бред не нужен Делом займись Но отыскал я их Мне говорили Не верим Увидев кричали Мы спим Но только летучим рыбам На их слова было плевать Полет ведь не значит перья Может взлетим и мы И начал я с этой секунды Летучих людей Искать Вот сейчас пошли топовые стихи Просто потому что Да Я очень тонко отбирал И весь шлак я как бы отсеял И в этот сборник вошло Намного больше годноты Чем все прочие Потому что все прочие Ну Это как бы работа целого года Сто стихотворений за год Где-то вот так вот Вот-вот-вот Сто стихотворений в год Готовы? Получили Там есть и годнота И есть средние довольно-таки Стихотворения по моим меркам А вот в этот сборник Несмотря на большое количество Таких вот проходных тоже Стихотворений Вошли просто те Которые вот Были топовыми В годах написания Например Ушла эпоха дирижаблей Ушла эпоха дирижаблей Весь мир торопится Бежит Открытий множества Нежданных Но разве в них Немало лжи Мечи сменили на мушкеты Свечу и факелы На ток Оклятвы дружбы На ракеты Взрыв подведет Всему итог Пространство Бесконечных писем Сменили на Привет Ты как? И поиски чудесных истин Запрятал универ дурак Ушла эпоха дирижаблей А до нее и королей Мы смысл жизни потеряли Среди искусственных огней Уходит время телефонов А вместе с ним уйдем и мы Забудем фильмы и рингтоны Забудем сладкий вкус игры Забросим пыльный свой компьютер И не пойдем на самолет Наш смысл жизни недоступен Но кто-то вновь его вернет Уйдет эпоха звездных шаттлов Холодный синтез взяв с собой Забудут роботов, мутантов И лазера луч боевой Песчинки нанотехнологий Исчезнут в дюнах томных дней И мы поймем, что мы не боги А только скопище людей Уходит время безвозвратно Неся с собой багаж идей Его нам не вернуть обратно Мы можем видеть его тень Однажды камня два столкнуться В руках произведя огонь Когда же запылают чувства Надежда, ненависть, любовь Когда в уме опять созреет Тот самый смысл Смысл жить И вновь уйдет эпоха тени Но время любит виражи Все, что ушло, потом вернется Все, что вернулось, сгинет вновь Не почитай свою эпоху Ведь все равно она умрет Господи, и вот еще ключевое Я словно современный самурай, конечно Да, я его не зачитать тоже не могу Вот так вот Я словно современный самурай Пью чай Готовлюсь к смерти Стихословлю Мой долг Моя дорога Это я Идущий к смерти Все еще не сломлен Клинок разрубит Плоть пяти стихий Меня украсят раны Поражений Плох самураи Не пишущие стихи И хуже лишь Любитель украшений Поэзия Не легенькая шаль Она клинок Поэт, как мусамуны Кует стихи А в них его душа Гармонии разрезать можно луны В единстве суть Поэт, его стих Неотличимый Слитый на века Поэт, как воин Достигает пик Чтоб умереть От острых строк врага Переродится Каждый яркий слог Чтоб храбро брошен Был на поле боя Поэзия Не теплый ветерок А лезвие Росящее всех воинов И если творчество Прикажет мне однажды Вспороть живот То я его вспорю Все остальное Для меня неважно Ведь творчество Хозяин Абсолют Пусть кровь моя Польется в новый стих Своим клинком Расставлю ударение Мой клан поймет Мой клан Меня простит И сделал я Все это без сомнения Путь самурая Должен быть велик Поэта Путь не хуже От и до Запомни Мой небрежный ученик Завет бойцов Поэтов Бусидо Да А нет Я не буду читать Кавка Пишет сюжет Моей жизни Он тоже классный Но блин Блин Он очень большой Закат Европы Хороший стих С отсылкой На закат Европы Песни Парацельса Отсылка На все стихи Как раз Когда я начал Изучать Гастона Башляра И начал читать В том числе Тексты Парацельса И тогда Меня в общем-то Вдохновило На это стихотворение А вот все стихи Вот это я не могу Не прочитать Тоже на мой взгляд Ключевое стихотворение Дайте мне человека И я поверну Весь мир Покатится снова Планета Но ничего Не к чертям Как мы Тропинки орбит Сплетутся В астрологический узел Дайте мне человека Чтоб двигать Планетные грузы Не нужен Не нужен Типичный рабочий Не нужен Планктон за столом Не нужен Учитель Тощий Или инженер Занятой Не нужен Мне врач Спаситель Не нужен Психолог Болтун Дайте мне человека Я весь мир Поверну Не нужен Поэт Писатель Не нужен Мне музыкант Не нужен Мне даже Спасатель Ведь некого Здесь спасать Ученые Не подходят И мудрец И мудрецы Идут Мимо Дайте мне человека Хотя бы Наполовину Фонарь Диогена На страже Бочка Как фор Для защиты Метод Предельно Слажен Смотреть В глаза Монолиты Которые Не отражают Света И даже Тьму Дайте мне Человека И я его Пойму Где же Найти Человека Чтобы жить Научиться Мне не Поможет Лекарь Лишь только Людские Лица Но маски Снимая С людей Я нахожу Пустоту Дайте мне Человека Я его Обниму Звуки Пустые Несутся Может быть Я пустой И может Мне И почему Мне грустно Может быть Поиск Вздор Может быть Все они Люди Может быть Я был Неправ Дайте Мне Человека Дай Разглядеть Тебя Отброшу Фонарь И вопросы Отброшу Свои Замечания Это будет Непросто Сложнее Всего Начала Искал Безнадежды Найти Заранее Зная Ответ Дайте Мне Человека Пусть Даже Его И нет Создам Я Создам Я Его Из Глины Создам Я Его Из Мыслей Создам Я Его Из Эмоций Самых Сильных И чистых Искал Я В других Напрасно Фонарь Не Разгонит Тьму Я Дам Сам Себе Человека И Землю Переверну Как бы Да Кошерная Просто Организация Текста На самом Деле Ищу 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 И потом Нахожу Себе Нормально Класс Это Сильно Все Вообще Очень Сильное Стихотворение Я Б Даже Заблакал Сейчас По Звездами Мерцают Люди Хорошие Времени Нет Хорошие Но Длинные Читать Мы Не Уже Не Уложились Даже В В В В Рамки А Вот Это Прочитаем Опять Фридриху Нитше Посвящается Стихотворение Несколько Стихотворений Ему Посвящено Оно Вот Из Да Поехали Скажи Мне Фридрих Мой Отец Куда Пропал Огонь Сердец У Пропасти Стоял Бреду И Сам Себя Я Подтолкнул Смотря На Бездну Приближаясь Я Дал Ей Посмотреть В Меня Не Нужна Мне Чья Та Жалость К Чему Мне Капельки Дождя Она Лишь Брошенный Вверх Камень И Суждено Ей Вновь Упасть Но Мои Крылья Все Потянут Огонь И Лед Презрение Страсть Куски Земли Потоки Вот Измерных Чудищ Хоровод И Хидны Тяжесть Заземления Я Подниму С собой Сомнение Весь Мир Вселенную Из Себя Я Оторвусь От Тени Зла Подобно Дереву Прямоему Впиваюсь В тьму Расту Я К Свету Я Атакую Небо Громом Пытаясь Глубину Разметить Скажи Отец Сражаясь С небом Сумел бы Кто-то Победить Сизифов Труд Мне По колено Мой Камень Тяжелее Чем Мир Отец Мой Фридрих Где же Ветер Отец Мой Фридрих Где Свобода Я Прорываюсь В тротосферу Алмазом Падаю Я Воду Я Прогорел До Основания Смыл Пепел Каплями Из Тикса И Разгадал Свою Загадку И Сам Я Был Тем Самым Сфинксом И Под Собой Себя Я Вижу Но Дышится Мне Так Легко Рыбачу Вновь Я В Горных Высях И Только Я Себе Закон Отец Мой Фридрих Извини За то Что Я Не Сверх Персона Я Просто Тень Я Просто Дым Я Не Талант Я Не Особый Я Просто Пыль У Ног Моих Я Просто Тень Своих Эмоций Я Просто Адекватный Псих Который Хочет Достать Солнце Как Я Как Фенрир Несу Страдания И Побеждаю Лучших Асов Отец Мой Фридрих За старание Когда Мне Может Быть Воздастся Скажи Мне Фридрих Друг Мой Редкий К чему Же Людям Эта Тяжесть Они Закованные Стражи Своих Же Собственных Доспехов И Все Они Вдруг Упадут Ведь Ну Вспомни Песенку Ветер О том Как Мы Лечимся Смертью Тоже Прекрасная Тема Респект Мне Утро С левой Ноги Оно Полу Юмористическое Давайте Давно Я его Кстати Не читал Сейчас Может Быть Много Ошибок Много Запинаться Буду Наверное Но Неважно Парватия Лучшей Супругой Была Шиву Любила Больше Всех Прочих В сердце Добра Кожей Бела Практикой Тантр Занята Ночью Однажды Проснулась Сама Не своя Синяя Кожа Зовет Себя Кали Юбка Из рук А в руках Голова Сила Жита Что Все Разрушает Шиву Она Повалила На землю Брюхо Вспорола Одним Из кинжалов После Жим Мужа Мертвого Семя Впустила Себя Чтобы Мир Чтобы Родить Мир Сначала Сущая Пала Мир Уничтожен Переродится Он Скоро В иной Вот Что Друзья Моя В жизни Быть Может Если Стаешь С пяти Левых Ног Не пиши Не пишите Друзья Не пишите Ну все Подходим Уже К завершению Сейчас Сейчас Может быть Не будет Очень годных Стихов По которых Прям стоит Зачитать Сейчас Здесь Нет Все Прочитали Все Что Могли Очень Много Стихотворений Очень Много Очень Много Хороших Стихотворений Головное 127 Страниц Четвертый Сборник Актаезии Покупайте Рекомендую Восьмикратно С вами Прощаюсь И желаю Понимания Рекомендую 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 Рекомендую